Девушки отдыхают Сегодня главный-главный герой нашего обзора это кормящая сестра. А на самое сегодня мы поговорим непосредственно о ней. Вообще я хочу сказать, что вы знаете, обзорщики без куска хлеба точно не останутся. Потому что Лёлька-Лёлька вырила в свет почти всех уже своих детей. Ну и добрая половина этих детей уже являются блогерами, да. Да, бывший муж-блогер, дети-блогеры, ну и подрастающее поколение Лёлькиных детей тоже вовсю мечтает быть блогерами. Даже Настя, которая толком в 4 года особо не умеет говорить, но уже рассказывает о том, что у неё есть некие подписчики. В общем, все мечтают Лёлькины. Дети все мечтают быть блогерами, да. Поэтому, конечно, нам есть, как говорится, кого обозревать. Ну что ж, сегодня мы с вами поговорим о медалистке-кормящей. Да, сегодня именно о ней. Уехала Женя, уехала кормящая сестра покорять Москву. Вышла она к людям и решила поздравить всех с первым днём знаний. И говорит, послушайте внимательно, всем доброго утра, поздравляю вас с 1 сентября. Да, товарищи, именно так, всем доброго утра, поздравляю вас с 1 сентября. Это речь медалистки. Вот я, знаете, мало, мало старалась затрагивать до этого тему, до этого тему медали. Но после того, как Лёлина дочка стала с первых своих видосов на ютубе выяснять отношения с хейтерами, я всё же скажу, что действительно с золотой медалью там и близко не пахнет. Ну, как бы да, как бы медаль есть, но, знаете, знаний на эту медаль там точно нет от слова совсем. И если раньше кто-то из зрителей мог этого не замечать, то сейчас Женя в своих же роликах подтверждает этот факт тем, что она самая обычная посредственность. И как можно получить золотую медаль, не умея элементарно говорить и имея скудный словарный запас, согласитесь? Ну, вот вопрос хороший. Эту медаль надо было, я так понимаю, отдать благополучно, повесить Лёльке на шее. Я так понимаю, что это стараниями Лёльки она сделала медаль своей дочери Женечки. И вот эти вот крики, знаете, о том, что смотрите, смотрите, у меня всё-таки есть медаль, вот она и нам Женя её демонстрирует, да, медаль есть. Но она в случае с Женей ничего абсолютно не стоит, Женя её обесценила, потому что знаний в Жениной голове на эту медаль явно не хватает. Это точно так же, как и с подписчиками Женечки, а также с подписчиками её брата Лёши, да. Подписчики вроде как бы и растут, как грибы после дождя, но, блин, мы же с вами все прекрасно понимаем, что это подписчики её матери, да, а не их самих. Ну, а далее, друзья мои, в очередном ролике Женька решила идти по стопам своей матери и стебать хейтеров, которые её, видите ли, имеют ещё такую наглость поучать Женьку в комментариях и высмеивать её золотую медаль. Ну, и начала Женька свой разговор со слов «Здравствуйте, вредные и придирчивые подписчики». Да, видимо, Женя считает, раз она открыла канал, значит, её тут же начнут облизывать все и петь ей дифирамбы. Не, ну, понятное дело, там, конечно же, есть, есть вот самые настоящие хомяки, обожатели, адепты Лёлькины, и, конечно же, они будут облизывать медалистку-кормящую, но, помимо них, естественно, там есть ещё и хейтеры, которых, кстати, она обозвала в конце ролика червями. В общем, да, ну, ладно, об этом мы ещё поговорим. Как и мама, Женечка показала, насколько же она, в кавычках, уважает своих зрителей и вышла к людям в маске, в маске же пошла готовить завтрак для многодетной семьи. Действительно, вот прям как Лёлька, да, которая не успевает прийти, не успеет прийти на стрим и тут же начинает жрать. Словно до этого нельзя было выделить каким-то образом или найти 10 минут, чтобы спокойно поесть вне камеры. Кстати, обещает Женечка, что у бабушки будет готовить и раскрывать нам всем свои рецепты, которые она накопила за долгие-предолгие годы. Так что, друзья мои, тем, кому это действительно будет интересно, Женькины рецепты, да, запасайтесь блокнотами, ручками и так далее. Далее стала доказывать и объяснять, мол, хватит уже придираться, говорит Женечка, хватит придираться, говорит, к тому, что мы, живя в деревне, покупаем продукты в магазине. Это, говорит, нормально. Вы что, говорит, думаете, что если мы живем в деревне, значит, мы все должны просто выращивать? Снимайте, говорит, очки. Это действительно смешно, отчитывать нашу семью за то, что мы покупаем продукты в магазине. Женечка, деточка ты моя, вот все, вот что ты сказала, почему-то все мимо кассы. Смешно это другое. Смешно это, когда твоя мамочка кричит о том, что ваша семья всегда, исключительно всегда питается только натуральными продуктами. А, мол, они, городские там и все остальные, едят одну химозу. Поэтому, именно поэтому люди стали высказывать свое фи. Каждый раз, когда мы видим на вашем столе все исключительно магазинное. Ну, я так понимаю, что, знаете, даже вот да, даже то, что появляется у Лельки натурального, она это натуральное продает. Потому что, понятное дело, натуральное стоит больших денег, нежели магазинное. А потом с этих денег покупает своим деткам магазинное. Помните, когда был момент, когда Лельку начали распекать зрители и высказывать ей, может быть, хватит просить донаты. Может быть, вы уже тогда, если вы не справляетесь с хозяйством, вам нужны деньги на помощников, туда-сюда, на сено, на все про все. Может быть, вам тогда все взять, убрать это хозяйство, да, и отказаться от него, раз оно вам приносит только исключительно головную боль, и вы собираете еще с людей деньги на свое же хозяйство. Вспомните, что сказала Лелька? А я помню. Она сказала, нет, я держу это хозяйство ради того, чтобы кормить своих детей натуральными продуктами. Ну, как вам это нравится? Где вы видели у Лельки на столе натуральные продукты? Ну да, иногда поставит она банку молока и кричит, вот, смотрите, это сливки. Ну, а мы уверены, я вот не уверена лично, что эти сливки будут отрезкать непосредственно ее дети. Я думаю, что, скорее всего, это, опять же, пойдет на продажу, с чего Лелька заработает, конечно же, каких-то хотя бы денег. В общем, да, так ладно. Ну, а вообще, ребят, вы знаете, вот после того, как эта Женечка открыла свой канал и раскрыла свой рот, вот честно, да, вернее, пока она не раскрыла свой рот и не открыла свой канал, я Женю воспринимала как скромную девушку, всегда старалась заступаться за нее в комментариях, да. Я считала ее действительно скромной девушкой с нелегкой, так скажем, судьбой. Ну, а сейчас, после того, как она открыла канал и раскрыла свой рот, я перед собой вижу наглую деваху, вот истинную дочку своей матери-поберухи, да, которая, как и мать, к сожалению, не научилась уважать людей. А мы с вами знаем, что уважение все-таки это самое важное. И когда вот эта сопля, простите, 17-летняя, не уважает людей, да, и выкладывает такие ролики и называет хейтеров червями, да кто ты такая? Я не знаю, конечно, подписаны ли хейтеры на Женю, но я бы сделала свои выводы, если бы вот была бы на нее подписана после того, как бы меня обозвали червем. Я, кстати, на них ни на кого из них вообще не подписана, даже на Лельку не подписана. Зачем мне это надо? Всегда, когда мне нужно зайти и сделать обзор, что-то у них посмотреть, я без подписки зайду и абсолютно нормально, спокойно это сделаю. Понимаете, уважение превыше всего. Когда Лелька в 35 лет показывает, что она не уважает людей, как бы, да, ну, понятно уже, там, ей 35 лет, с ней, в принципе, все ясно, да, вопросов, как говорится, здесь уже к ней нет никаких, зная ее вдоль и поперек. Но когда вот эта вот девочка, 17-летняя, которой даже раньше хейтеры относились хорошо, показывает свое неуважение к людям, вы меня извините, конечно, для меня это вообще просто нечто. Когда она сказала, отстаньте от меня, да, не даете молодежи развиваться, Женечка, что я тебе могу сказать? Если тебе так мешают твои бабуси-подписчицы, мамкины подписчики, да, то какого рожна ты сидела на мамкиных стримах и клянчила с мамкой? Ну, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, давайте сделаем Женечке монетизированный канал. Какого черта ты просила? Ты ж знала, ты ж знала тех, кто являются подписчиками твоей мамы. Там явно молодежью и не пахнет. Далее вообще, друзья мои, был прикол, говорит людям, давайте развиваться, развейте себя, боже мой. И это говорит медалистка, давайте развиваться, развейте себя. Женек, развеять можно что-либо, а себя надо развивать. В конце концов, вот начни с себя, начни уже развивать себя. А то медаль-то ты себе на шею повесила, а знаний в твоей башке эта медаль никоим образом не прибавила. Мне реально смешно, да, когда медалистка кормящая говорит, развейте себя, Женек, начни уже себя развивать, чтобы не было таких вот всяких разных непонятных словечек. Далее стала рассказывать о том, что вот есть такие нехорошие люди, они жалуются на президента, на страну и так далее. Жень, этот человек, твоя мать, которая вечно всем недовольна, которая уже просто вытрясла с этого государства все, что можно было вытрясти, все пособия, все льготы и так далее, да. И при всем при этом она сидит на заднице ровно и недовольна страной, недовольна президентом, недовольна правительством, недовольна правоохранительными органами, соседями, бывшими мужьями, в общем, всеми, 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 да. Бывшими родственниками, там, в общем, своих бывших мужей, ну и так далее. И потом, когда Женечка сказала, что вот, мол, и хотят, там все смотрят на Европу, Женечка, ты же сама первая кричала о том, что твоя мечта это свалить из России куда-нибудь в Европу. Так ты уже хотя бы определись, а вообще, в принципе, столько, сколько государство вкладывает в многодетные семьи, я имею в виду не там, где трое детей, да, а там, где вот такое огромное количество детей, как у Лельки, по 10 детей, по 8 детей. Я считаю, что дети вот эти, в которых государство вкладывало, дает им возможность куда-то поступить, да, на более легких основаниях, нежели дети из обычных семей, да, так скажем, молодетных. Так вот, я считаю, что эти дети должны развиваться, я считаю, что эти дети из многодетных семей должны учиться и приносить пользу своему государству, которое в них как раз-таки и вкладывало, а не стремиться куда-то там в Европу или еще куда-нибудь. Согласитесь, тоже хороший такой момент, да, есть над чем подумать, но Женечка тут нам высказывает, а сама, видимо, думает, что люди не помнят, о чем она говорила буквально пару месяцев тому назад, о том, что она мечтает жить в Европе. В общем, все понятно. Я, говорит, ориентируюсь на свою аудиторию, на молодежь, да, да, на молодежь она ориентируется, клянча, сидела, клянчила о себе подписчиков у своей матери, которым там за 50, за 60 и так далее. Далее вообще обозвала хейтеров червями, в общем, сказала, да, те черви, слушайте, вот знаете, вот правда, эта девушка якобы, да, медалистка, якобы из верующей семьи, а изо рта точно так же, вот копия, как и у матери летит одна грязь. Что у той говно, говноканалы, да, вы в аду, вы туда, вы сюда, понимаете, что у этой, да, там, Чикатило своего мужа обзывает, от которого у нее семеро детей нарождено, да, что у этой изо рта, видите, уже называют хейтеров червями. Я в шоке, если честно. Вы знаете, я так понимаю, что далеко вот эта талантливая многодетка кормящая, она никуда не уйдет. Это вот ее, в принципе, потолок, все, что она показала за первые несколько роликов на ютубе. Контент у нее никакой, он неинтересный, да, что-то она пытается из себя строить, что-то она пытается из себя выдавливать, но неинтересно. Нет в ней ничего, харизмы в ней нет, ума в ней нет, таланта в ней нет, к сожалению, вообще ничего в ней нет, да. Из молодежи, ну, она сказала, да, из молодежи, правда, говорит, на моем канале сейчас мои друзья и знакомые, так и останется. Никто к ней из молодежи не придет, потому что у нее не тот контент, и она, ну, если только она поменяет свой контент, если только она над ней будет работать, то, возможно, да, к ней кто-то и придет из молодежи. В общем, что я могу сказать, глядя на вот эту вот девушку, на вот эту Женю, на вот эту вот многодетку кормящую, медалистку, вернее, кормящую ей уже многодеткой, да, в общем, всяко-разно, да ладно. Так вот, как у Лельки, одно сплошное самолюбование и просто завышенная самооценка, а там внутри просто пшик и даже говорить по большому счету не очень. Друзья мои, вот такой у меня получился сегодня обзор на медалистку кормящую, на Жейку, да, да, в общем, истинная дочь своей матери-поберухи, все, показала свое лицо просто прекрасно. Жень, лучше бы ты не открывала свой канал и не раскрывала бы своего рта, по крайней мере, люди бы к тебе бы хотя бы относились бы значительно лучше. Они бы считали тебя действительно скромной девушкой, на которую мать навесила огромное, повесила огромное количество своих взрослых обязанностей. В общем, как-то так. Всех целую и обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Все, всем пока.